Ислам намного лучше христианства. Рад слышать такое. Это точно. В нем столько смысла, верно? Вы только посмотрите. В 90% случаев говорится о разрушении. Сделай это по отношению к человеку. Люби меня, а то я убью тебя. Вижу, вы хорошо изучили Библию, и вы честны. А что насчет ислама? Что вы думаете? Вы верите в единого Господа? Я верю в единого Господа, в единую всемогущую силу. Это то же самое, во что верим и мы. Так же я прочел, делись с другими тем, что есть у тебя. Все, что я даю, все, что есть у меня, это на самом деле не мое. Это Создатели. Абсолютно согласен с вами. Об этом и говорит Ислам. Это называется Амана, доверенное тебе. Тело, организм, все даровал Всевышний. Я не употребляю наркотики. Я тоже не употребляю наркотики. Они очень сильно вредят организму. Вот именно. Согласно Исламу, человек должен защищать свой организм. Тело даровано Всевышним, и оно вернется к нему. А здесь есть мечеть? Да, мечети есть повсюду. Я искал мечеть. Может быть, у вас есть адрес? Конечно, вот, пожалуйста, мы дадим вам адрес мечети. Покажу это своей подруге. Она тоже любит читать о таких вещах. Я подарю вам все эти книги. Это хорошая книга. В ней дается краткая информация с иллюстрациями. Вы получите представление о принципах исламы. Ас-саляму алейкум, брат. Алейкум ас-салям, брат. Был рад тебя видеть. Вы хотите книги на испанском? Да, на испанском. Вот у нас литература на испанском. И наш брат говорит на испанском. Да, на испанском. Спасибо. Пожалуйста, до встречи. Здравствуйте, как вы поживаете? Вы знаете что-то об исламе? Хотите получить информацию? Ас-саляму алейкум. Алейкум ас-салям, как дела, брат? Ас-саляму алейкум. Вы мусульмане? Да, мы мусульмане. Да поможет Всевышний придерживаться истинного пути. Ас-саляму алейкум. Могу я взять что-то из этого? Да, конечно, берите все, что пожелаете. Все бесплатно. А что вы знаете об исламе? Немного или много? Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Можете взять все, что вам нравится. Все бесплатно. Мне нужны вот эти книги. Возьмите каждую по одному экземпляру, если хотите. Я возьму вот это и вот это. Могу я взять эту книгу? Конечно. И эту хотите? Да. А что это такое? Это на испанском. Хотите на испанском? Да, дайте парочку. У меня есть друг испанец. Здесь все эти книги на испанском. Можете взять каждую по одному экземпляру. Это тоже на испанском? Да, это тоже на испанском. А это Коран. Могу я взять эту книгу? Да, возьмите, пожалуйста. Это все для моего друга испанца. А это на английском. Могу я и это взять? Да, берите. Спасибо, брат. А это то же самое, верно? Да, это то же самое. Что вы знаете об исламе? Вы мусульманин или близки к этому? А что это? Это наша мечеть. А где она находится? В Сан-Диего, Калифорния. Как вас зовут? Усман. Можете записать свое имя и номер телефона? Я позвоню вам, и мы поговорим. Да, конечно. Ваше имя и номер телефона? Да, сейчас только возьму ручку. Раз мы здесь, то можем поговорить. Скажите, что вы знаете об исламе. Я расскажу вам по телефону. Вы дали мне эту книгу? Да, мы дали вам по одной каждой из них. Нет, брат, вот эту я не взял. Эту не взяли? Вот же она у вас. Где? Вот она, смотрите. А, хорошо, спасибо большое. Вот мой номер телефона, и на обратной стороне я написал свой номер телефона. Усман Ибн Фарук. Я позвоню вам, хорошо? Да, конечно, звоните. Что вы знаете об исламе? Немного. Я так понимаю, все зависит от интерпретации. Я вырос в семье христиан. Вы верите в единого Господа? Да. Вы ведь не верите в то, что надо поклоняться Солнцу, верно? Я верю в то, что человек может поклоняться тому, кого он выберет для поклонения. Интересно. Это мое личное мнение. Пока мы здесь, мы ведем битву. Что-то потерялось в переводе и стало просто интерпретацией. Интересно. Подумайте вот над чем. Вы верите в то, что есть один единственный Создатель, верно? Да. Этот Создатель создал вас и меня, верно? Да. Если кто-то поклоняется обезьяне, вместо того, чтобы поклоняться Создателю, разве это будет правильным? Мое личное мнение? Нет, неправильно. Я просто спрашиваю ваше личное мнение. У каждого человека должна быть свобода выбора. Люди могут делать как хороший, так и плохой выбор. Я не знаю. Но лично вы думаете, что поклонение заслуживает только лишь Создатель, который создал нас всех, верно? Все, у чего есть сила, которая больше, чем моя. Все, что угодно, или один единственный Создатель? К примеру, если кто-то физически сильнее вас, вам следует поклоняться ему или тому, кто создал и вас, и его? Не следует поклоняться Создателю. Ну вот, все верно. Давайте остановимся на этом выводе. А теперь давайте подумаем вот над чем. Когда вы смотрите в Библию, К примеру, вот Библия, здесь приводятся слова Иисуса, Библия от Матфея, глава 26, стих 39. «И отойдя от них подальше, полнице стал молиться, говоря, Отец мой». То есть Иисус поклонялся одному истинному Господу. Не следует ли нам поклоняться одному единственному истинному Богу, вместо того, чтобы поклоняться Иисусу? Что вы думаете об этом? Глубокая мысль? Ну, мы также поклоняемся и Марии, потому что и Мария, и Иисус явили нам различные чудеса. Понимаете, что я имею в виду? Хорошо, давайте обсудим этот момент. А как не верить в чудо, когда вода была превращена в вино? Да, это удивительно, верно? Но вся суть в том, что тот, кто сотворил Иисуса, тот, кто сотворил Мухаммада, Моисея, именно Ему мы поклоняемся. И какие бы чудеса не были бы у этих пророков, все они от одного Господа. Это и есть Ислам. И они все говорили об этом. Мы не можем поклоняться Марии, или Иисусу, или Мухаммаду. Мы верим в пророков, мерим всем. Но мы поклоняемся одному единственному Создателю. В этой жизни, в этом мире мы Его не видим, но мы увидим Его в следующей жизни. Он создал Вселенную и все остальное. Он и есть истинный Создатель. И мы не можем представить Его себе в этом мире. Но с завершением этой земной жизни, после перехода в иную жизнь, мы увидим нашего Создателя. А вы не думаете, что мы видим Создателя каждый день? Мы видим знаки, указывающие нам на существование Создателя. Мы видим, как восходит Солнце, видим Луну, планеты вращаются по своим орбитам. Но мы не видим, но мы не видим Всевышнего в этом мире. Он когда-нибудь говорил с людьми? Всевышний Аллах говорит с нами в Своей книге. Коран – это слово Всевышнего. Здесь мы узнаем о том, что Всевышний хочет от нас. Он говорил с пророками, такими как Муса и пророк Мухаммад, алейиссалату ассалям. Он не спослал послания пророкам. Это и есть его речь, с которой он обращается к нам. Если вам нужно узнать, что он говорит, вот его книга. Дарю ее вам. Итак, мы договорились с вами о том, что лишь один единственный Господь заслуживает поклонения. Верно? Я думаю, ее надо обязательно прочесть. Вот именно, брат, проявите уважение к этой книге. Это будет интересное чтение. Верно. Итак, мы уважаем всех пророков, проявляем к ним почтение. Это Иисус, Мухаммад, Моисей, Авраам, Ной, Адам. Мы любим и уважаем их, но мы не поклоняемся им. Вы так объясняете? У меня два вопроса. Вы боитесь Всевышнего? Давайте я отвечу так. Я люблю Всевышнего. Я опасаюсь его гнева. У меня есть чувство, которое называется таква. Я надеюсь увеличить это чувство в себе. Таква – это состояние, при котором я нахожусь в постоянном осознании того, что Господь видит меня, понимаете? Существуют различные виды страха. К примеру, если сейчас к вам подойдет полицейский и направит на вас пистолет. У вас будет чувство страха из-за того, что у него пистолет. Это не тот самый страх, который я испытываю в отношении ко Всевышнему. Я люблю Всевышнего и не хочу его расстраивать. Я не хочу разочаровывать моего Создателя. Я осознаю мощь Всевышнего. Так проявляется мой страх. Но это не тот же страх, который я испытываю к полицейскому. Это другой вид страха. Этот страх смешан с чувством любви и уважения, с желанием покориться Всевышнему. Я мусульманин, я подчиняюсь воле моего Создателя. И вам необходимо сделать то же самое. Подумайте над этим. Смотрите, будучи мусульманином, я не употребляю спиртное и наркотики. Я совершаю намаз и держу пост. Я стараюсь вести чистую жизнь в этом мире. И чувствую себя великолепно. Я осознаю существование Всевышнего, понимая, что никто не достоин поклонения, кроме Него. В следующей жизни Всевышний дарует истинно верующим самое лучшее – рай, в котором будет бесконечное блаженство и счастье. Вы только представьте себе бесконечное счастье. Что мы имеем в этом мире? Сплошные трудности, боли, проблемы. Да, верно. Верно, не так ли? Но когда у вас будет бесконечная счастливая жизнь, в которой нет смерти и болезней, с вами будут ваши родные и близкие тоже в раю. И они никогда не покинут вас. Вы увидите своего Создателя. Разве вы не желаете этого? Несомненно. Я хочу такую жизнь больше, чем оказаться в аду. Ислам – это спасение для тебя, брат. Не могу не согласиться с вами. Вот на этой визите наши контакты. Здесь есть номер телефона. Я напишу свое имя для вас. Меня зовут Усман. Меня зовут Дэрон. Дэрон? Я думал об этом какое-то время и даже говорил с людьми на эту тему. Я вырос в христианской семье и полностью был погружен в это. У меня было то же самое, брат. В детстве я посещал церковь, потом я осознал, что это не является истиной. Как только я познакомился с исламом, то сразу понял, что это истина. И так же произошло с вами. Всевышний привел вас сюда сегодня не случайно. Какой бы жизненный опыт вы ни пережили, все произошло именно так, что вы должны были сюда прийти. Теперь вы знаете истину. Вы знаете, что есть лишь один единственный Господь. Всевышний создал вас с определенной целью, с тем, чтобы вы поклонялись Ему. Есть ли разница между тем, чтобы поклоняться Всевышнему и выполнять Его волю? Потому что человек может выполнять волю Всевышнего, но при этом не поклоняться Ему. Будучи мусульманами, мы выполняем то, что велит Всевышний. В этом смысле все наши действия становятся актами поклонения Всевышнему. Даже то, что я сейчас стою здесь, это один из видов поклонения. Поклонение – это не только совершение намазов. Когда мы помогаем нуждающимся, это тоже поклонение. Когда мы останавливаем угнетателя от нанесения им вреда другим, это тоже форма поклонения. Поклонение – это не только намазы и пост. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал нам, что если мы увидим причинение вреда кому-то, то нам следует остановить зло рукой. Если мы не можем рукой, тогда языком. А если не можем языком, тогда сердцем. Это самый низкий уровень имана. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что иман, то есть вера, имеет несколько направлений. А, сначала рукой. Да, рукой. Мне нравится это. Вам нравится? Вы чувствуете, что это ваше? Это естественно заложено в природе человека. И оно проявляется в нем. То есть сначала рукой. Если не можете остановить зло рукой, тогда выскажитесь против зла. Если вы видите, как кто-то обижает маленькую девочку, и вы можете остановить его, то остановите. Вы ведь сделаете это. Вы не будете трусливо убегать, верно? Конечно нет. Вы понимаете, о чем я говорю? То, о чем вы говорите, близко мне, и я слышал много подобных историй. Звучит логично для вас, верно? В исламе мы поддерживаем слабых. Если кто-то обижает слабых, мы останавливаем этого человека. Нельзя обижать людей, нельзя распространять насилие. Мы верим в мир и хотим вести мирную жизнь, но мы не позволим никому воспользоваться нашей добротой. Вам нравятся подобные мысли? Да, мне все это нравится. Хорошо, скажите мне теперь вот что. Один единственный Господь, который создал все, который создал меня и вас, Он даровал нам жизнь, даровал нам цель, и спасал пророков, Авраама, Моисея, Иисуса, Мухаммада, мир им всем. И все они пророки Всевышнего. Что вы думаете об этом? Я верю в Создателя и верю в пророков. Вот и все, вы мусульманин. Это и есть то, во что верим мы. Это начало вашего обретения ислама. Есть еще много того, что вам предстоит узнать. Я не говорю, что на этом все, но это начало, верно? Я определенно согласен со многими вещами, о которых вы говорили. Теперь скажите, вы верите в то, что есть один единственный Господь, Всевышний Аллах, и Он один достоин поклонения? Я верю в это, да. Вы верите в то, что Мухаммад – это пророк, неспосланный Всевышним Аллахом? Я верю в это, да. Вот и все, вы мусульманин. Каков окончательный признак того, что я теперь мусульманин? Отлично, прекрасный вопрос. Мы не верим в то, что Иисус был Богом. Не верим мы и в то, что Он был Сыном Божьим. Мы верим в то, что Он был пророком, который был рожден чудесным образом. Мы уважаем и любим Его. У Него великий и почетный статус пророка. То же самое мы испытываем по отношению не к другим пророкам, Аврааму, Моисею и остальным. Мы любим и уважаем их, но мы не поклоняемся им. Вы принимаете это? Мы не поклоняемся идолам, камням, солнцу. Мы поклоняемся лишь одному единственному Господу. Мы совершаем пять намазов в день. Мы постимся, когда наступает миссис Рамазан. Мы помогаем бедным тем, чем можем. Если у вас есть деньги, но если нет, то нет. Если есть деньги и позволяет время и здоровье, то мы совершаем хадж в Мекку хотя бы раз в жизни. Понимаете? Как вам все это? Это невероятная дисциплина. Верно, это дисциплина. Вставать каждое утро, совершать утренний намаз, и это направляет ваш день в правильное русло. А может человек утратить спасение? Если у вас правильное вероубеждение, если вы верите во Всевышнего, если вы не поклоняетесь никому, кроме единственного Господа, если вы не совершаете ширка, то есть не предаете Всевышнему сотоварищей, то все в порядке. Даже если человек совершает грехи и ошибки, это нормально, это часть человеческой натуры. Что вы имеете в виду под словом сотоварищи? Ведь так легко увлечься соблазнами этого мира. Существует разница между этими понятиями и грехами. К примеру, если человек лжет, грабит или мошенничает, то это не будет называться ширком. Это называется грехом. Предавать Всевышнему сотоварищей, это поклоняться кому-то помимо Всевышнего. Например, кто-то молится Иисусу, кто-то молится Будде или кому-то еще. Это предание Всевышнему сотоварищей. Это ширк. Мы не поклоняемся идолам или чему-то еще. Мы поклоняемся лишь одному единственному Господу. Если вы будете придерживаться этого, то обретете спасение. Не было бы логично молиться Ему через пророков в определенных случаях и ситуациях. Это хороший вопрос. Всевышний Аллах говорит, поклоняйтесь Мне, то есть мы должны поклоняться Всевышнему. И Всевышний говорит, обращайся с мольбой ко Мне. То есть вот такие отношения Всевышнего и раба. Вы ведь не хотите идти к священнику и говорить ему о своих деяниях. Вместо этого вы делаете дуа и говорите, о Аллах, прости меня, пожалуйста. Просите в дуа все, что на душе. Вы совершаете намаз, и в намазе тоже происходит диалог со Всевышним. Если вы совершили грех, то раскаиваетесь, и все это и есть ваше отношение со Всевышним. Все это абсолютно логично. Звучит логично, верно? А сейчас мы поможем вам произнести свидетельство веры. Сегодня вы станете мусульманином. Сначала я произнесу эти слова на английском, хорошо? Я задам вам вопрос. Вы свидетельствуете, что никто не достоин поклонения, кроме Всевышнего Аллаха? Я верю в это, да. Вы также верите в то, что Всевышний не спасал пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, в качестве своего посланника? Да, я верю в это. Мы верим во всех пророков. А теперь я скажу то же самое на арабском, и вы повторите за мной, хорошо? Вы отлично справились, почти все произнесли верно. Аллах Велик. А теперь повторите за мной. Я свидетельствую... Повторите за мной. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что пророк Мухаммад это раб и посланник Всевышнего. И я свидетельствую, что пророк Мухаммад это раб и посланник Всевышнего. Аллах Велик, вы мусульманин, вы обрели веру. А теперь у вас есть наши контакты. Также мои братья покажут вам видео о принципах исламы. Если у вас возникнут вопросы, можете обращаться. Дэрен, верно? Да. Вы живете здесь неподалеку? Я живу в небольшом городе неподалеку. Какая мечеть самая близкая к этому месту? Да, там есть мечеть поблизости. А вы хотели бы здесь жить? Море, горы, еда, культура, наследие. Место встречи прошлого и будущего – там, где начинается мечта. Становитесь обладателем недвижимости в Турции вместе с командой Ansar Life. Мы ответим на ваши вопросы, развеем мифы и сомнения, сопроводим вас на всех этапах от экскурсии по объекту до оформления документов и подключения интернета, инвестиций в недвижимость, получение гражданства и многое другое доступно прямо сейчас, когда происходит крупнейший в Турции строительный бум, открывающий все новые возможности. Мечта вчера, сегодня реальность. Ansar Life. Мы поможем.